Знакомьтесь, это Джек. Он потерялся в лесу. Для того, чтобы его спасли, ему нужно продержаться до прибытия помощи. А как он будет это делать, давайте я расскажу подробнее. Цель Джека – выжить до прибытия спасателей. Для этого ему нужно не умереть от холода. К счастью для него, в его распоряжении есть костёр, недалеко от которого агент может восполнить своё здоровье. Чем дальше от костра находится Джек, тем быстрее падает его здоровье. Также Джеку необходимо пополнять топливо в костре, чтобы он не потух. Для выживания Джек будет использовать нейронную сеть, которая будет отвечать за его поведение. Нейросеть будет обучаться благодаря методу обучения с подкреплением, о котором я рассказывал в предыдущих видео. Для выживания агент может выполнять такие действия, как Поворачивать влево-вправо Ходить вперёд или стоять на месте Рубить деревья и собирать их древесину Сажать саженцы, которые выпадают после рубки деревьев И самое главное, пополнять топливный запас костра Добавлением в него древесины Но для того, чтобы Джек мог понять, какие действия следует выполнять Ему нужна входящая информация Если бы мы были на месте Джека, мы бы использовали своё зрение Для получения информации о его окружении А также о текущем состоянии его здоровья и количестве топлива в костре Но Джек не мы, и для того, чтобы узнать о своём окружении, у него есть 20 лучей, которые выходят из его центра и сообщают ему об объектах, с которыми они сталкиваются Также я напрямую передаю ему такую информацию, как Позицию и поворот агента Его здоровье Количество дерева и саженцев в его инвентаре Количество топлива в костре и его позицию С входящей информацией и действиями агентов разобрались Осталось понять, какие действия и в какой момент выполнять Для этого нам нужно позитивное и негативное подкрепление Сначала я расскажу о негативном подкреплении Если здоровье или количество топлива в костре станет равно 0, агент получит минус 10 очков и начнёт заново То же самое произойдёт при столкновении с костром Если здоровье или количество топлива в костре станет меньше 30, агент будет получать минус 1 очко за каждую потерянную единицу Перейдём к позитивному подкреплению Когда агент находится около костра и его здоровье меньше 100 единиц, он получает 0,3 очко За каждое срубленное дерево, так же как и за каждый посаженный саженец, Джек получает 0,05 очко Ну и последнее, это добавление дерева в костёр, 0,5 очко Давайте перейдём к обучению В начале обучения наш агент ничего не понимает Но уже после первых попыток он находит способы зарабатывать себе вознаграждение В виде рубки дерева и посадки саженцев При этом он просто убегает от костра Спустя полчаса Джек научился поддерживать костёр и держать своё здоровье в порядке Спустя 30 тысяч шагов агент решил погулять по лесу К сожалению, пути назад он не нашёл Два часа спустя агент научился выживать до прибытия спасателей Он не убегает далеко от костра, чтобы замёрзнуть и не подходит к нему слишком близко, чтобы сгореть Также у него появилась стратегия посадки деревьев вокруг костра с целью быстрой его добычи Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий Это поможет мне с продвижением канала А с тобой был Сумрек, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok